Самара ГИС Самара ГИС Самара ГИС Самара ГИС Самара ГИС Самара ГИС Самарского зоопарка Международный день сурка 2 февраля отметили во многих странах мира Традиция узнавать прогноз погоды у животных в этот день идет еще из Древнего Рима Правда там праздновали день ежа А вот день сурка обычай американский Наши звери видят этот день по-своему и откровенно игнорируют заморские приметы Сурков с самарской пропиской в надежде на раннюю весну настойчиво будили журналисты среди них и Марина Кравцова Скромно и настороженно высовывает нос из домика герой дня Такого внимания к своей персоне сурок Иван не ожидал Семь телекамер, информационные агентства, журналисты из газет ждут Какую весну предскажет зверек Первые сурки-метеорологи завелись в Америке больше сотни лет назад Там считают, если день солнечный и животное, испугавшись своей тени, спрячется в нору зима продлится еще шесть недель Но отечественные сурки не испугливых и завели свою традицию У нас приход весны зависит от даты когда грызун выйдет из спячки В этом году Ева и Иван семейная пара из Самарского зоопарка проснулась 1 февраля Первый проснулся самец он вышел, осмотрелся ему принесли покушать он поел немножко моркови и зерна Ваня и Ева мохнатыми метеорологами работают уже пятый год и ни разу не ошибались В прошлом году свой международный день вообще проспали и весь март было холодно В этом году весну пообещали стандартную В ответ на попытки повлиять на прогноз Ваня демонстративно показал журналистам хвост Раннего тепла не ждите На Руси 2 февраля тоже строили прогнозы на грядущую весну но по поведению других животных Как гласит примета если кошка скребет пол а курицы виляют хвостами значит весна будет поздняя Вальяжный ягуар кекс Вольер когтями не портит а значит весна не за горами Марина Кравцова, Григорий Плешаков События А пока вся Россия ждет прихода весны на борьбу с выпавшим снегом выходит современная техника Парки Самары готовы к переменчивой погоде прогуляться по уединенным улочкам покормить белок и не утонуть при этом в сугробе Валерия Макарова видела как в городских парках справляются с непредсказуемой стихией Если вы гуляете по парку и на вас вдруг нападает неожиданная метель не пугайтесь, это значит, что дорожки станут чище Чистота парковых улочек их главная задача Каждый день в парке Гагарина нужно убрать снег на десятках дорожек Это 40 тысяч квадратных метров асфальта Бригада дворников выходит в 8 утра, а то и раньше Несколько сезонов назад здесь появились мини-погрузчики По размерам они отлично подходят для узких парковых улочек К тому же имеют несколько съемных насадок Летом такая машина из снегоуборщика превращается в газонокосилку Отличная штука Дизельный японский двигатель Полностью гидравлическая система Которая не позволяет ее загубить Эту машину Заводится с полпинка Как и поручил глава города Олег Фурсов Порядок в парках наводят каждый день Если погода преподносит сильные метели На помощь рабочим выходит тяжелая артиллерия Для заливки катка И также для уборки территории Используя МАЗ Вот эта машина Эта техника может подметать Щетку у нее Нож есть Мягкий специально для зачистки катка Ну и бочка для заливки В этой бочке 6 тонн воды Чтобы полностью обновить лед на катке длиной километр Заправляться приходится 6 раз И так каждый день Конечно, если погода позволяет Сейчас делать этого нет смысла Лед просто не замерзнет Валерия Макарова, Алексей Золотенков, события Валерия Макарова прогулялась по парку А вот Марину Матвейшину Привезла на телекомпанию Привет из прошлого В Самарский музей железнодорожной техники Прибыл ценный экспонат Американский паровоз Машина, собранная в 40-х годах Имеет бурную биографию Носит женское имя Елена И пока недоступна для посетителей Но наши корреспонденты Способны проникнуть куда угодно Его Еленою зовут Паровоз серии ЕА Был собран во время Второй мировой войны В Америке 5 метров в высоту И 100 тонн общей массы Раритет прибыл в Самару С Дальнего Востока Его тянули целый месяц по рельсам Периодически смазывая подшипники Дорогу Елена перенесла хорошо Электродепо для паровоза Елены Своеобразный косметический салон С долгой дороги паровоз приводят в порядок Его красят, очищают от ржавчины Чтобы потом Елена предстала Во всей своей красе Паровоз займет свое место В музее железнодорожной техники Здесь уже подготовлена площадка Паровозы серии ЕА стали легендой У паровозов достаточно богатой биографии По той причине, что очень редко К одному депо была приписана машина Поэтому я не сомневаюсь Что и наша машина сменила Не одну дорогу Потому что когда их снимали Уже с магистралей Они опять возвращались на Дальний Восток Для работы на подъездных путях На таких второстепенных В Советский Союз паровозы доставляли В годы Второй мировой войны Полиндлизу из Америки Переправу через океан многие не пережили Фашисты уничтожали караваны кораблей с техникой Этот паровоз выжил С достоинством отслужил на войне А потом до 80-х годов и на гражданке Ценный экспонат планируют представить широкой публике К тому времени работники музея Обещают раскопать любопытные подробности Из его биографии Марина Матвеична, Станислав Левин, События Военная тема настигла и Павла Баймакова Он побывал на зимних полевых учениях Центрального военного округа Снайперы-разведчики демонстрировали меткость Умение маскироваться и выживать В зимних полевых условиях Прицел, выдох, секундная пауза, выстрел Движущиеся мишени бойцам необходимо поразить С расстояния в полкилометра В умелых руках для снайперской винтовки Драгунова Это не проблема С ее помощью в реальных боевых действиях Снайпер выполняет чуть ли не самую важную задачу От которой может зависеть исход боя Снайпер это охотник Задачи снайпера, они как были, так и остаются Это уничтожение особо важных огневых средств противника Нарушение управления в рядах противника Борьба против снайперов Станясь! Первая боевая задача выполнена В молоко не ушла ни одна пуля Дальше дело за снайперами разведывательного батальона В зимней экипировке буквально слившись со снегом Перемещаясь по полю незаметно Им необходимо выбрать огневые позиции Замаскировать их и выполнить боевую задачу На выполнение боевой задачи у снайпера может уйти несколько дней Продержаться это время зимой в мороз нелегко Для этого у каждой снайперской пары есть вот такая палатка Оснащенная всем необходимым В ней находятся спальники При температуре до минус 20 градусов В полном комфорте можно отдохнуть 6-7 часов Есть сухое горючее, которое также можно использовать для обогрева палатки Самое простое это взять свечку Ну свечку, да, можно Вырезать дно от бутылки, взять свечку Поставить ее между парой и будет тепло в палатке Цели повержены, снайперы зачехляют винтовки С боевой задачей в условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы справились Полевые выходы в 15-й миротворческой бригаде проходят два раза в год Павел Баймаков, Константин Головин, События А вот в Самарском доме музея имени Фрунзе появились русские солдаты времен Первой мировой войны Уникальные фотографии наших бойцов сто лет хранились за семью печатями в архивах Министерства обороны Франции И, наконец, попали на родину История вековой давности в следующем сюжете Посетителей выставки у входа в дом музея имени Фрунзе встречают пехотинцы 2-го полка А это они уже прибыли в Марсель Им рады французские граждане Они солдаты особого назначения, которые в годы Первой мировой помогли остановить наступление Германии на Париж Даже был поставлен именно экспедиционному корпусу во Франции памятник Где, значит, русский солдат держит на руке девочку, а в другой мишку И внизу была такая подпись Когда настанет мир, то мы надеемся, что вы принесете цветы к нам, к русским братьям Уникальные негативы фотоснимков передало Самарскому музею Министерства обороны Франции Сто лет они хранились в архиве В 1916-м 50 тысяч русских солдат, среди которых были тысячи самарцев Укрепили французскую армию в борьбе против агрессии Германии На выставке солдата особого назначения можно увидеть не только снимки, но и вещи вековой давности Походная библия, бинокль и обмундирование Раритетные экспонаты, конечно же, находятся за стеклом Это каска Андриана, разработанная специально для русских солдат в 1915 году До этого времени все бойцы воевали в кепках или фуражках И только потом у них появилась настоящая защита для головы После Первой мировой войны большинство русских солдат так и не вернулись на родину Многие остались жить во Франции Остальные разбрелись по миру Мариана Мирная, Алексей Золотенков, События Не обошлось и без трагедии Гибель ребенка от побоев шокировала всех Подозреваемый в зверском убийстве трехлетней девочки Харитон Горячкин Ближайших два месяца проведет в изоляторе Тело ребенка с многочисленными гематомами и ожогами нашли в квартире Где жила мать девочки и ее гражданский муж Суд промышленного района выбрал меру пресечения Приговор заслушала Марина Матвейшина В Самаре расследуют жестокое убийство трехлетней девочки Малышку так избили, что она не смогла выжить от этих травм В убийстве подозревают 27-летнего сожителя матери малышки Но он категорически свою вину отрицает В зале суда подозреваемый Харитон Горячкин тщательно прячется от камер Вопросы журналистов игнорирует Вы признаете свою вину? Можете не отвечать, если не хотите 31 января в съемной квартире Горячкина и его сожительницы Бритвиной Нашли тело ее трехлетней дочери Василисы На теле девочки буквально не было живого места Гематомы головы, тела и ожоги спины и плеч Экспертиза показала Малышка скончалась от разрыва печени Адвокат подозреваемого уверяет Горячкин не бил ребенка Он его воспитывал И не один Воспитательных целях ребенка Ребенку наносили в горе Попе Не только его конкретно мать Поэтому непонятный еще механизм Самообразования этих телесных повреждений И неизвестно от чьих конкретных взоров Учитывая, что Горячкин не прописан в Самаре Нигде не работает и уже привлекался к уголовной ответственности За кражу и сбыт наркотиков Суд избирает меру пресечения Два месяца ареста Причине тяжкого вреда здоровью повлекшей по неосторожности Смерть потерпевшего Грозит до 15 лет лишения свободы По данной санкции статьи Убийство вызвало громкий общественный резонанс Жестокостью преступлений шокированы даже полицейские Первый раз именно такое обращение с детьми За два года я вообще не слышал и не видел Мы сейчас в данном плане тоже проводим определенную проверку Были ли обращения со стороны соседей, родителей Или других каких-то органов именно по данному факту Поэтому все сейчас покажет следствие По данным департамента семьи опеки и попечительства Семья погибшей девочки на учете в органах опеки не состояла Девочка была зарегистрирована и постоянно проживала в Кенель Черкасском районе Самарской области Там же ребенок посещал и детский сад Мать работала в Самаре и проживала на съемной квартире В свои выходные дни забирала дочь к себе Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События Помолиться о погибшей девочке верующие самарцы Могут в храме мученицы Татьяны Туда привезли мощи блаженной Матроны Московской О чем еще просят одну из самых почитаемых святых Узнал Андрей Трой В храм святой мученицы Татьяны Верующие идут со всей Самары Люди верят, Матушка Матрона услышит И в беде не оставит Мы ее очень все любим Блаженную Матронушку Это очень трогательно Я в это очень верю Поэтому пришла Блаженная Матрона родилась в 1881 году В крестьянской семье От рождения она была слепа А к 18 годам потеряла способность ходить С детства Матрона играла с иконами И была глубоко верующей Имела способность лечить больных И предсказывать будущее Кто-то просит о том, чтобы супруг вернулся Или супруга вернулась Кто-то просит мира в семье Все по-разному Но однозначно можно сказать, что Прикладываясь к мощам Почитая святую Поклоняясь и прося ее заступнических молитв Люди меняются, это точно Мы видим, как люди одними входят в храм И совершенно иными, преображенными Осветленными Уходят из него Это, наверное, самое главное чудо Мощи святой Матроны будут находиться в храме Святой мученицы Татьяны до 7 февраля Его двери открыты для всех С 9 утра до 6 вечера Потом мощи перевезут в храм В честь иконы Казанской Божьей Матери Андрей Трой, Алексей Золотенков, События Окно в советскую эпоху Книги, газеты, значки, фотоаппараты И печатные машинки, которыми пользовались бабушки и дедушки В детской центральной библиотеке Открылась выставка для современных школьников Лариса Шалафаст прикоснулась к раритетам Виниловые пластинки вместо дисков Большой проигрыватель вместо миниатюрного mp3-плеера Как слушали музыку в далекие 70-е Юные самарцы могут узнать в музее советское время Здесь собраны настоящие раритеты От советских новогодних игрушек и значков До печатных машинок Чтобы написать любой документ 80-е использовали вот такие машинки Если допускали ошибку, приходилось перепечатывать Это вам не современные компьютеры Вещи для музея собирали всем миром Что-то принесли сотрудники детской библиотеки Что-то неравнодушные горожане С помощью этих частичек прошлого Подрастающее поколение лучше понимает Быт и интересы своих бабушек и дедушек Дети, для которых это совсем уже другая история Другой мир, они родились там Кто-то через 10, через 15, через 20 лет Уже после того, как Советский Союз не стал Мы хотели подчеркнуть вот особенность Именно того времени, которое вроде было недавно Но по очень многим параметрам отличалось от того, что сейчас Отправиться в путешествие во времени могут все желающие Экскурсии для школьников проходят регулярно Экспозицию музея сотрудники детской библиотеки планируют расширять И с радостью примут в дар от горожан новые экспонаты Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События Современная драматургия готова выйти на большую сцену В Самаре открылся фестиваль-лаборатория «Место действия» Всю эту неделю сразу на двух площадках в Литературном музее и Музее Модерна Профессиональные актеры, а еще студенты Академии культуры читали современные пьесы Что сегодня волнует молодых творцов, расскажет Ольга Морозова Режиссером нового поколения не важен сюжет, герои Важно передать атмосферу безумия Так говорит о современной драматургии Вячеслав Дурненков, автор пьесы «Антикафе» С нее в Самаре начался фестиваль-лаборатория «Место действия» Самарский режиссер Игорь Кузнецов пошел дальше обычной читки Получился эскиз спектакля с новым названием «Сон как шок» Пьеса о жизни в провинциальном городе, где правят деньги и потребительский интерес К сожалению, у нас очень мало, когда идет именно настоящая современная драма Это проблема и авторское право И многие авторы запрещают ставить свои постановки Потому что вы не поняли мой гениальный замысел, которого нет Да, тоже с этим как бы сталкиваемся И цель – познакомить Самар откликается на это, молодежь идет, им это интересно Раз в месяц, в понедельник, мы читаем пьесы новых авторов В Литературном музее имени Горького И каждый раз у нас минимум 60-70 человек, которые не помещаются в зал Фестиваль-лаборатория современной режиссуры – победитель молодежного форума «Иволга-2015» Автор проекта Артем Филиппов уверен – в современной драматургии необходимо выходить за рамки кулуарного чтива Молодым режиссерам пора на большую сцену Мы в течение пяти лет уже делаем читки Встречаемся с молодыми актерами, которые хотят что-то делать Помимо репертуарного театра, который загнан в такие условия, что он должен зарабатывать деньги А у нас до Самары редко доходят современные пьесы, какие-то новые темы И не ставится в профессиональном театре зачастую Жюри выбрало пять пьес режиссеров из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга До 7 февраля зрителям будут показывать эскизы спектаклей на двух площадках – в Литературном музее и Музее Модерна Следующий этап – продюсерский Лучшие постановки будут транслировать в режиме онлайн И руководители театров со всей страны смогут оценить современную драматургию Ольга Морозова, Алексей Золотенков, События Такое эту неделю увидели мы Удачных вам выходных И помните, что политика в жизни не главное До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok